Всем привет! Сегодня мы проведем обзор наушников гарнитуры от компании Xiaomi под названием Piston Basic Edition. После покупки экшн-камеры от Xiaomi я просто в восторге от бренда и надеюсь, что наушники также не подкачают. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Наушники поставляются в минималистичной белой упаковке. На передней стороне имеется рисунок силуэта наушников. На обратной стороне имеется штрих-код. Сверху у нас логотип Mi. С боков характеристики на китайском, а также характеристики на английском. Тип внутриканальный, импеданс 32 Ом, тип разъема 3,5 мм, мощность 5 мВт, вес 14 граммов, длина кабеля 1 метр 25 сантиметров. Адрес, сайт Mi.com, сделано в Китае. Так, ну что же, откроем и посмотрим, что лежит внутри. Итак, внутри у нас имеется два пакетика. Такая вот бумажка на китайском. Гарантия. И остальное непонятно. Значит, в одном пакетике у нас идут амбушюры. Две пары и третья пара на самих наушниках. В другом пакетике у нас имеются сами наушники. Ну вот так вот у нас выглядят сами наушники. Наушники у нас поставляются с двумя комплектами амбушюр и третий установлен на самих наушниках. Здесь имеются маленькие, большие и средние уже стоят. Вот. Провод у нас выполнен из резины средней жесткости. Имеет сплюснутую форму, что предотвращает скручивание провода. Далее идет разветвитель и микрофон. Качество микрофона довольно хорошее. Можно его сравнить с качеством встроенного микрофона в iPhone 5s. При входящем звонке, один раз нажимая на кнопку, мы принимаем вызов. Дважды нажав, отклоняем вызов и при вызове зажимаем кнопку и отключаем микрофон. Убираем палец с кнопки и микрофон снова включается. Если же мы слушаем треки, то значит однократное нажатие будет включать трек. Также однократное нажатие будет ставить на паузу. То есть функция play-pause. Двойное нажатие будет трек вперед перелистывать. И значит тройное нажатие перелистывает трек предыдущий. То есть следующий трек двойное нажатие, предыдущий трек тройное нажатие. Сами наушники у нас. Здесь имеется вот такой вот резиновый усилитель, что предотвращает переламывание провода. Эта часть выполнена из металла и это очень классно. Наушники ощущаются как что-то дорогое. Далее идет у нас пластиковая часть, на которой есть маркировка левый наушничек и правый. Вот, также есть отверстие для выхода воздуха. Амбушюры сидят очень плотно, что тоже очень классно. Снимаем амбушюр и здесь видим металлическую сеточку. Так, что касается качества звука, это вообще отдельный разговор. Я не ожидал, что за 700 рублей наушники могут так классно звучать. Реально классно. Проработанные басы, проработанные средние частоты. Это просто класс. Это означает, что мы сможем в них слушать музыку любого жанра. От электронной и рэпа до классики и поп. Это очень классно. Вот, еще раз повторюсь. И запас громкости у этих наушников очень большой. На высокой громкости больно ушам слушать. Это плюс тоже, так как в шумных помещениях или метро вы будете вынуждены включить немного громче. Эти наушники позволят вам этого сделать. Вот, так что качество изготовления, качество звучания здесь просто на высоте. Xiaomi, как всегда, не подвел. Ну что же, у наушников есть главное преимущество. Это низкая цена, всего 700 рублей. За эти деньги вы вряд ли найдете что-нибудь подобное. Высокое качество звука, стильный дизайн, плюс микрофон делают эти наушники отличным выбором в категории до 1000 рублей, а может быть и до 1500. Итак, если вам нужны качественные стильные внутриканальные наушники с микрофоном, то данный вариант станет отличным решением. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok